Компьютеризация и сети Биткоин — это настоящий прорыв, ведь благодаря ему может воплотиться мечта о едином пространстве обмена Пионеры биткоина заявляют, что он полностью изменит мировые платежные системы и сферу финансов У биткоина есть все данные безупречных денег Он на корню уничтожит бизнес-модель компаний Western Union и MoneyGram Но разве валюта без своего центробанка или правительства может быть надежной? Огромное препятствие не дает биткоину даже приблизиться к популярности В эксперименте под названием «Биткоин» масса неразрешенных вопросов Но его технология уже состоялась, и ее потенциал огромен Посмотри, поизучай, разберись и будь готов к новым идеям Потому что они сейчас повсюду, их реальный наплыв Что же такого революционного в биткоине? Насколько он рискован? И каков шанс, что эта новая форма обмена станет будущим денег? В начале января 2009 года анонимный программист создал биткоин Он подписался именем Сатоши Накамото Но до сих пор неизвестно, кто он на самом деле Биткоин — это совершенно новый вид валюты Он полностью децентрализован и не имеет поддержки какого-нибудь центробанка или правительства Это цифровая валюта для эпохи интернета, которая существует только на компьютерах Сначала биткоин был малоизвестен, стоил гроши и принимался только в удаленных уголках интернета Но в 2013 году эта валюта вырвалась в массы Биткоин на взлете Цена биткоина достигла рекордной высоты Цена на биткоин продолжает расти, за криптовалюту сейчас дают 1200 долларов Но затем ситуация пошла на спад еще быстрее, чем она развивалась Китай сегодня запретил банкам и другим финансовым учреждениям участвовать в обороте биткоинов Россия взяла и заявила, что использование биткоинов противозаконно MTGOX сегодня закрылась, оставив долгов на сотни миллионов фунтов Цена биткоина упала вдвое И многие списали его, как неудавшийся эксперимент Но биткоин не исчез Вопреки заминкам он продолжает набирать сторонников Курс начал стабилизироваться И многие инвесторы заинтересовались биткоином и технологиями в его составе В прошлом квартале он стал самой популярной сферой среди венчурных инвесторов 97 миллионов долларов за последний период Сейчас только и речи, что о биткоине К концу следующего года в биткоин компании в общей сложности вложат свыше миллиарда долларов венчурных инвестиций А это означает массу возможностей У пионеров биткоина будет неограниченный доступ И многие в этот период сделают состояние Многие не понимают, что биткоин в той же кремниевой долине стал религией И главные лица, руководители и основатели многих известнейших технологических компаний Любят биткоин, пользуются им и ищут способы интегрировать биткоин в свой бизнес Типы компаний, которые можно построить на биткоине У него огромный потенциал преобразовать всю сферу денежных транзакций Он изменит платежные поручения, он изменит денежные переводы, он изменит фонды, изменит займы Финансовая система уже никогда не будет прежней Мне кажется, биткоин не исчезнет Эта технология интегрируется в основу всех торговых систем Сырье, валюты, акции, обмен договорами, передача документов и информации Механизмы в основе биткоина абсолютно революционные Что же такое биткоин и что в нем особенного? Сатоши сумел создать цифровой дефицит Биткоин нельзя размножить, их будет выпущено всего 21 миллион Биткоины нельзя скопировать, потому что сеть биткоин — это по сути публичный регистр Все транзакции проверяет система блокчейн Любой может подключить компьютер к сети биткоин, чтобы помогать с проверкой транзакций И предотвращать двойные траты Процесс требует огромных вычислительных мощностей для решения математических задач и проверки транзакций Тех, кто этим занимается, называют майнеры или добытчики, поскольку, участвуя в процессе проверки, майнеры создают новые биткоины Они удерживают новые биткоины в качестве вознаграждения Его задумка в том, что лучшая система — это та, в которой улей, то есть совокупные мнения и знания всех участников сети — это и есть главный судья и контролер всего происходящего в сети Это проект с открытым кодом, то есть каждую строчку кода можно рассмотреть и оценить Да он и есть, наверное, самый рассматриваемый открытый код в истории Биткоин основан на новом открытии, что возможно создать полностью распределенную, автономную, одноранговую финансовую инфраструктуру в самом интернете Сама задумка биткоина гениальна, ведь это первая математическая валюта Это и валюта, и платежная система, которая работает вовсе не на доверии системе, а на механическом предсказуемом расширении и росте денежной массы Большинство валют в истории исчезли, потому что их погубило переполнение Инфляция массы А биткоинов, как уже говорилось, будет конечное число, поэтому я считаю реорганизующий потенциал у него просто огромный У биткоина есть потенциал стать идеальными деньгами, потому что у него конечная масса, ее рост предсказуем денежной массы И что самое главное, он потрясающе функционален Сейчас за биткоины можно купить чашку кофе, машину, дом, яхту Биткоин — это не деньги и не технология обработки платежей Давайте на чистоту, биткоин — это передача строчек информации с той особенностью, что эта информация надежная и недублируемая Это, по сути, механизм подписи Это возможность прикрепить к физическому обмену симметричный виртуальный обмен Деньги биткоин или нет, но он обладает ценностью благодаря системе проверки транзакций Владение биткоинами дает доступ к публичному регистру блокчейну А поскольку майнеры получают вознаграждение за введение блокчейна введя новых биткоинов, стоимость транзакций очень низкая Это создает массу возможностей Сейчас любой хедж-фонд может присоединиться и купить биткоины, но им это вряд ли очень интересно На самом деле им куда интереснее вложение, которое даст 10-кратную, 20-кратную, 100-кратную прибыль И это как раз инвестиции в компании, которые разрабатывают новые товары и услуги Не только под биткоин, но и под все будущие околобиткоиновые приложения Денежные переводы — это бизнес, через который ежегодно проходит 500 миллиардов долларов В среднем компании берут с перевода 10%, то есть это 50 миллиардов долларов, которые благодаря биткоину окажутся в кармане отправителя или получателя, а не какого-то посредника Если биткоин достигнет успеха, на который способен, и все интернет-продавцы будут принимать биткоины наравне с кредитными картами То он полностью уничтожит бизнес-модели Western Union и MoneyGram Они станут корпорацией Кодек нашего десятилетия Стоимость услуг Western Union диктует не рентабельность Ее диктует соблюдение законов, хранение денег, улаживание проблем вроде ограблений Все преимущества, которые предлагает в этой ситуации биткоин, на 100% обязаны его безразличию к соблюдению законов, которые остальная сфера финансов вынуждена соблюдать Мы пока не знаем, сколько люди смогут сэкономить благодаря биткоину Но зная, что полная рыночная капитализация биткоина составляет около 6 миллиардов долларов Валюта биткоин еще слишком мала, чтобы бросить вызов финансовому сектору Сейчас не хватает ликвидности Сейчас очень сложно привлечь крупную инвестицию в масштабе Создание срочного рынка в мире альтернативных валют будет очень важным шагом Это снизит волатильность и поможет создать на рынке ликвидность Без этого просто никак Нужны деньги Уолл-стрит, потому что размер денежной базы биткоина, а что еще важнее, объем ежедневной торговли, слишком малы, чтобы побудить крупные компании и начать его принимать Они слишком малы, чтобы бороться с 500-миллионно-долларовым бизнесом денежных переводов Но когда деньги придут и вырастет объем торговли, это привлечет людей со всего мира знать о биткоине, владеть и использовать биткоины И когда это случится, компании под крылом венчурных инвесторов должны будут выдать сервисы, которые облегчат покупку, владение и использование биткоинов По своей природе биткоин это очень сложная система, очень простая транзакционно, но очень сложная для конечного пользователя И для большинства марокко с хранением виртуальной валюты, обменом ее на реальную валюту, это лишние хлопоты Одна из проблем биткоина в том, что он отбрасывает нас назад в цепи транзакций Он неожиданно сильно похож на наличные Если бы сеть Target взломали, и работая не с кредитными картами, а биткоинами, и храни биткоин-адреса у себя в системе, и случись атака Таргет не отделался бы пиар-адом, он бы просто закрылся Многие люди, многие пионеры потеряли кучу денег с крахом МТ Гокса Но опять же, мы видим, дело было не в какой-то дыре самого биткоина Просто биткоин-кошельки были не защищены Руководство МТ Гокса наплевательски подошло к безопасности Безопасность биткоина работает по модели договора, в которой система слушается большей вычислительной мощности Это означает риск, что системой можно манипулировать, если сосредоточить в своих руках больше половины мощности Мне кажется, математическая сторона биткоина отлично Но инфраструктурой и как бы управлением сетью занимается масса игроков И да, если они соберутся, создадут консорциум с достаточной вычислительной мощностью, большинством мощностей, чтобы направлять системой манипулировать, и они смогут По-моему, наибольшая проблема биткоина создает не риск, что кто-то возьмет сеть под контроль Куда опаснее неизвестные нам риски Сколько всего невидимого происходит на разных программах, кошельках Перефразируя знаменитые слова Дональда Рамсфилда Губят не известные и неизвестные, а неизвестные и неизвестные Нет никаких признаков, что кто-то пытается подмять систему Но правительство может угрожать биткоину куда более традиционным способом Регулированием Сейчас регулирование сферы виртуальных валют до сих пор напоминает виртуальный Дикий Запад Налоговая служба уже пообещала облагать биткоины налогами как имущество А власти штата Нью-Йорк разрабатывают программу лицензирования Правительство всего мира пытается понять, насколько опасен биткоин и что с ним делать Все сводится к старому как мир вопросу Сможет ли регулирование поспеть за инновациями? В мире растущих, ускоряющихся по экспоненте инноваций это важнейший вопрос А мне лично интересно, позволят или нет Позволят или нет всему этому спектру преобразующих технологий заработать Позволят ли им ускорить рост производительности в экономике, когда она в этом так нуждается? Спроси вы меня два года назад, что по-моему больше всего мешает биткоину Я бы сказал государственное регулирование Но в тот момент я не понимал, насколько сильно политики, законодатели и управленцы не любят банки Находясь в Вашингтоне за закрытыми дверями Вы не поверите, сколько раз политики говорят мне Ты хочешь сказать, что если биткоин поднимется, Вестерн Юнион снизит тарифы на 80%? Супер! В конечном итоге будет достигнуто согласие, я считаю Законодатели поймут, что его не остановить Они постараются встроить его в нынешнюю систему А сообщество биткоина, вернее сообщество цифровых валют Поймет, они уже постепенно понимают Поймет, что какое-то количество регулирования будет необходимо для развития системы Нам, американцам, скорее всего, нужен такой инструмент, как биткоин Который позволил бы людям с развивающихся рынков конвертировать свои юани, свои рупии, свои ранды, те же биткоины Переводить их через границу Биткоин становится каналом, по которому сбережения перемещаются, игнорируя правовые барьеры Это большой риск для развивающихся рынков Поэтому китайцы так сильно на него давили весь прошлый год Поэтому в развивающихся странах будет преследование, будет регулирование, будут попытки остановить биткоин Ведь он мешает властям развивающихся стран контролировать потоки капитала Так что же будет дальше? Какое будущее ждет биткоин? Будет ли достаточно инвестиций и широкого использования? Мне кажется, большинство из нас рабеет перед мыслью, как мне себя повести Потому что он по-прежнему выглядит таким частным, мелким, немасштабируемым Знаете, я не хочу сидеть дома и манить, чтобы накопить 5-6 биткоинов Но ситуация изменилась, он растет экспоненциально Инвесторы, корпоративные инвесторы, банки, брокеры Узнают о биткоине впервые Читают о нем и испытывают энтузиазм Я думаю, в следующие 3-6 месяцев в биткоин польются крупные деньги И это положительно скажется на курсе биткоина Он ускорится, станет проще и безопаснее и дешевле любой из нынешних систем И это в конечном итоге будет решающим фактором для привлечения масс Когда они узнают о преимуществах в правильном контексте Сейчас большинство — это пионеры и энтузиасты, которые летят вперед всех, которые хватаются за новые технологии Все случится быстро Все случится очень быстро Уже сейчас торговцы, крупные торговцы ищут способы интегрировать биткоин Ничто не мешает богачам буксовать перед идеей, особенно если она идеологическая Больше всего распространению биткоина мешает сочетание слабой реакции на проблемы с безопасностью И его собственная сложность Прибавьте сюда фактор доверия Это огромное препятствие и не дает биткоину даже приблизиться к популярности Станет он базой новой финансовой системы или нет, зависит от того, что будет с нашей финансовой системой сегодня С этой точки зрения, центральные банки — сами себе худшие враги Найдется ли компромисс или ультиматум, который компенсирует то, с чем мы столкнулись И разрушит худший, по словам Бена Бернанки, финансовый кризис в истории То, что было в 2008 Биткоин мог бы заполнить эту брешь или что-то ему подобное Поэтому он важен Биткоин будет развиваться И по ходу развития он будет поглощать новые сферы мировой торговли Это будет происходить почти незаметно В какой-то момент станет ясно, что это лучшая платежная система для мировой экономики И стандарт ценности для всех денежных отношений Таким образом, главный вопрос — станет ли биткоин валютой, которую бы приняли все В этом вопросе ключевое слово «станет» Потому что я, как экономист, вижу, что у биткоина версии 1.0 есть ряд внутренних проблем Он колоссально дефляционный Его будет сложно реализовать так, чтобы проводить транзакции на триллионы долларов И есть проблемы с безопасностью Но все это решаемо Потому что технология транзакций — это главная фигура на доске Биткоин версии 2.0, а затем и 3.0 Перевернет и преобразит личные расчеты и схемы мировой торговли Давайте вместе следить за эволюцией биткоина Больше интересной информации о биткоине и свежей новости на сайте bitnovosti.com Подписывайтесь на наш канал, рассказывайте друзьям